В Чувашии, как и в других регионах, продолжается отборочное соревнование на право участия в финале 8-го национального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills России. На площадке Чебоксарского профессионального колледжа имени Никольского прошли соревнования по компетенциям преподавания в младших классах и физическая культура, спорт и фитнес. Златья Егорова из всего 17, она уже тренер. Свободное от учебы время преподает малышам фитнес-аэробику. Чтобы попасть на эти соревнования, она победила на региональном этапе. Так как состязание проходит в одно и то же время, а география участников обширна, от Камчатки до Калининграда, Злате пришлось встать в 3 утра. С 4 она уже была на площадке. Ее задача за 8 часов – разработать и провести тренировочное занятие в конкретно заданных условиях. Возраст и пол-волонтера Злата узнала перед началом соревнований. У нас есть волонтер. Волонтер возраста от 18 до 24 лет. Получается, этот волонтер приходит на фитнес-тренировку к нашему участнику. И он, получается, берет его антропометрические данные, делает замеры. И на основании этого всего разрабатывает ему комплекс тренировок и решает какую-то определенную проблему, которая возникнет у него в процессе, была у него в процессе того, как он к нему обратился. После того, как он выходит с тренировки, он уже выходит полноценным, 100% здоровым человеком. Роль эксперта, она очень ответственная и значимая. То есть наша задача – наблюдать за происходящим. Если возникнут какие-то небольшие казусы и нештатные ситуации, то мы должны, получается, их разрешить. И сделать так, чтобы чемпионат и отборочные соревнования прошли на высшем уровне и без всяких нареканий. За каждым членом команды закреплен свой эксперт. Он поддерживает участника перед соревнованиями, делится с ним своими навыками. Во время чемпионата общаться с ним запрещено, поэтому надеяться приходится только на себя. Весь процесс тренировок Злата, как и другие участники соревнований, сама же должна снять на камеру и подготовить индивидуальный видеоролик тренировки. Продолжительностью от 7 до 10 минут. Эксперты в Тольятти оценивают как результат, так и весь процесс выполнения задания. Я никогда не думала, что учитель физкультуры должен это делать. Но пришло время, что мы проводим монтаж и видим съемку. Если честно, я поняла, что это нам обязательно пригодится. Самое сложное, наверное, это тот модуль, который сейчас у меня происходил буквально полчаса назад, который длится 8 часов. Думаю, не все могут пройти, столько просидеть. И не только просидеть, а сделать. Дать те самые результаты хорошие, тому, чему нас научили. В Чебоксарский профессиональный колледж имени Никольского в чемпионате молодые профессионалы участвуют с 2015 года. Если 5 лет назад здесь соревнования проходили по двум компетенциям, то в этом году площадку подготовили уже по шести компетенциям. В 8-м открытом региональном чемпионате 6 наших студентов стали победителями. И поэтому у нас на базе нашего колледжа, у нас в двух корпусах колледж расположен, мы раскрыли площадки, то есть организовали площадки для того, чтобы наши студенты участвовали в дистанционно-очном формате, в отборочных соревнованиях для участия в финале 8-го национального финала молодые профессионалы WorldSkills России. Требования WorldSkills России очень жесткие. Нам были спущены полностью вплоть до камер, каких пикселей, с какого ракурса, с какими возможностями они должны снимать. И есть обязательные документы, к которым мы должны прислушиваться. Наверное, благодаря вот этому движению «Молодые профессионалы WorldSkills» мы стараемся подтягивать свое материально-техническое положение, которое нам помогает участие нашего колледжа, также грантовой системе. Вот второй год подряд мы становимся грантообладателями. Полина Николаева – студентка третьего курса Чебоксарского профессионального колледжа имени Никольского, тоже победитель регионального чемпионата WorldSkills в компетенции преподавания в младших классах. В отборочных соревнованиях российского уровня в течение двух дней она выполняла два обширных модуля конкурсных заданий, а это семь часов непрерывной работы. В режиме реального времени по видеосвязи за каждым ее движением эксперты наблюдали в Тольятти. Заходить за порог площадки всем, кроме технического эксперта, строго запрещалось за нарушение штрафные баллы. Все конкурсные задания у нас участник демонстрировал именно для организации дистанционного обучения. В первую очередь наш участник готовит и его это главное назначение, как по специальности преподавания в начальных классах, он должен уметь эффективно, качественно организовывать урочную деятельность. В данном случае нам попался русский язык, где участник готовил без интернета технологическую карту по всем требованиям современным, которые необходимы нашему участнику, конкурсанту. Дальше он готовил методические инструментарии для организации дистанционной формы обучения в начальной школе. Следующий день мы выполняем, участник выполняет конкурсное задание «Разработка и демонстрация уровневых учебных заданий по усвоению определенной темы урока». Помимо этого Полина разработала дидактический материал к демонстрации урока и провела дистанционный урок. Волонтеры в разных классах принимали в этом участие. Все задания были сложными, потому что сейчас все задания были изменены в связи с пандемией, и все дети перешли на дистанционное обучение. Мы с утра до вечера готовились, проводили уроки по разным темам, по окружающему миру математики, русскому языку, писали к данным урокам технологические карты, готовили проекты. Как бы это банально ни звучало, но с самого детства я мечтала стать учителем. Мне очень нравится работать с детьми, мне нравится их обучать чему-то новому, вести их от незнания к знаниям, давать им новую информацию, следить за детьми. Сухое строительство и штукатурные работы о заметной профессии учится Иван Иларионов. Он студент второго курса Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий. Работает с увлечением, точные движения, собранность, аккуратность. За шесть часов ему нужно собрать каркас на обшивную конструкцию, кроме того, изготовить фигурные гипсовые элементы и зафиксировать их в соответствии с чертежом. Специалист по данной компетенции должен обладать профессиональными навыками, он должен уметь все, скажем так, по этой профессии, в том числе не только работать с гипсокатоном, но и вытягивание молдингов, то есть это наличники и тому подобное. То есть у него сейчас работа состоит из трех часов, это сборка конструкции, которую вы сейчас видите, да, и следующие три часа у него будет вытягивание молдингов и наклеивание вот на этом стенде. Если старину мы штукатурили, вот сейчас в данное время, вот, перегородки и стены, и все, мы делаем гипсокатон, то есть мы влажный материал не используем, это с песок и цемент, да, мы берем гипсокатон и обшиваем, то есть это получается очень быстро и легко. Задания не так уж трудные, как в прошлом году, в этом году легче, хочется и дальше идти в национальные соревнования, хочу там продемонстрировать себя, свои силы показать, готовить соревнования почти полгода, усердно, точность, самая главная точность. Строительство в наши дни набирает большие обороты, поэтому ребята делают верный выбор, решив связать свою жизнь с этой отраслью. Вот и Иван уверен, что без работы он точно не останется. С испытанием отборочных состязаний он справился успешно.